Мастер и Маргарита «Чтобы служить Богу, нужно быть чистым», — говорили во времена фараонов. В Древнем Египте по традиции служители храмов обязаны были совершать 4 омовения в сутки. Обучение будущих жрецов начиналось в 4 года и оканчивалось только к 20 годам. Древний Египет. Жрецы. У нас в гостях египтологи Ольга Томашевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И Владимир Большаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Томашевич. Окончила исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Кандидат исторических наук. Доцент исторического факультета Московского государственного университета. Основные работы. История и культура Древнего Востока, энциклопедический словарь, а также более 100 публикаций по истории и культуре Древнего Египта. Владимир Большаков. Вопускник Российского университета Дружба народов. Кандидат исторических наук. Доцент кафедры истории и обществоведения Российского университета Дружба народов. Автор более 30 научных публикаций по истории Древнего Египта. Сегодня мы будем говорить о совсем особой категории жителей, обитателей Древнего Египта. О касте, которая занимала особое положение в стране, это положение трудно переоценить. Мы будем говорить о жрецах. Итак, давайте начнем. Но прежде всего надо сказать о том, опять, как всегда, начать с того, что Древний Египет занимает колоссальное время в пространстве. Три тысячи в пространстве и времени. Очень большое для того времени государство централизованное. И три тысячи лет его существования, пусть даже с некоторыми небольшими перерывами. И, естественно, положение жрецов очень менялось на протяжении трех тысяч лет. И что для нас с вами, наверное, может казаться необычным, это то, что большую часть этого времени не было замкнутого сословия жрецов, никакой касты жрецов, в отличие, например, от Индии, где брахманы были именно замкнутым сословием. И только в самые поздние времена, как раз когда уже греки поехали в Египет и стали писать о нем восторженные, надо сказать, сочинения, вот тогда жрецы действительно становятся относительно замкнутым сословием в самые поздние времена. А до этого это были государственные чиновники, которые самого разного ранга, которые в очередность исполняли жреческие функции в храмах. И вот это, наверное, то, что надо подчеркнуть сразу. Причем сразу надо не забыть о том, что были жрецы мужчины и были жрецы женщины. Но здесь определенные различия были в положении, конечно, естественно. Ну, вот Эльга Владимировна совершенно верно отметила, что, строго говоря, замкнуты касты никогда не существовало. Можно говорить только о некой корпорации, похожей на касты, о некой семейной преемственности. — Естественно, потому что жрецами становились дети жрецов, внуки жрецов. Причем начинали это служение, как я понимаю, достаточно рано. — В принципе, да. Но вот то, что называют касты, это складывается примерно со второй половины первого тысячелетия до нашей эры, когда мы прослеживаем целую генеалогию жрецов, когда есть жрецы среди прадедов, дедов и так далее. То есть эта должность, можно сказать, так становится наследственной. Но, в принципе, в идеале, например, верховного жреца, верховных жрецов назначал фараон. Это потом уже, в первое тысячелетие до нашей эры, появилась сильная тенденция, когда эту должность хотели сделать наследственной. То есть когда человек хотел передать эту должность своим потомкам и закрепиться таким образом. Потому что, строго говоря, жреческая должность подразумевала не только культовое служение, обряды, ритуалы и так далее, но и кормление от значительной собственности, поскольку те храмовые жертвоприношения, которые поступали от имени царя, от казны храмы, потом распределялись между жрецами и далее между храмовым персоналом, и перепадало кое-что и людям, обслуживающим храм. Но фараон, я так понимаю, вообще-таки это жертвовал не храму конкретно, а божеству или нет? Получалась такая ситуация, что, конечно же, царь храму жертвовал как место, где находилось божество, в дом Бога. Но дело в том, что такого явления, например, как все сожжения, которые мы читаем в Библии, например, жертвоприношения греческого типа, когда жертвы сжигались, в Египте такого не было, в храмах египетских такого мы не наблюдаем. То есть эти продукты жертвоприношения преподносились Богу, их помещали на жертвный стол, его можно назвать алтарем. Но затем, когда, как верили египтяне, Бог посредством различных обрядов насыщался этими жертвами, то есть их жизненной силой, эти продукты уже перераспределяли между жрецами и между прочими людьми. Безусловно, адресатом этих жертв был Бог, божество. Но далее эти продукты могли употреблять и люди. Да, как правило, божество довольствовалось малым, то есть как бы сущностной стороной этих жертв. И, конечно, очень любопытно всегда обратить внимание, что именно приносилось в жертву Богу. Практически всегда это были, конечно, продукты питания наиболее распространенные. И любопытно, когда до нас доходят документы, подробно освещающие этот вопрос. Оказывается, что меню, если так можно выразиться, Бога, было не особенно богатым, а отличалось просто тем, что всего было много. Достаточно. Более чем достаточно. И, кстати, вот из египетских документов здесь мы достаточно знаем, какие были там разные виды хлебов, мяса, фрукты, овощи. А очень забавный список дошел из месопотамских документов, потому что там кое-что для Бога еще и варили, и парили, и жарили. И, в общем, не очень аппетитно это выглядит, потому что это разные виды каши, разные виды похлебок, но всего много. Одно хорошо, что это действительно не пропадало, и, постояв на алтаре, было распределено между участниками ритуала. Так что жреческая должность, конечно, давала определенный доход. И что здесь еще можно добавить сразу? Очень трогательно в Египте обязательно в эти жертвы входили, например, цветы. И даже известен специальный термин, жертвующий цветы. Очень красивые букеты стоят перед божеством, подносятся божеству и так далее. То есть за это отвечали особые люди, особо назначенные. Хотя это было, наверное, не только для красоты, для украшения использовались цветы. Для древних очень важен был запах, источаемый цветами. И вот цветы особенно с этой точки зрения ценились. Поэтому там голубой лотос, запах которого считается самым изысканным, был одним из любимейших цветков. И мы очень часто видим его на изображениях и богинь, и людей. Ну, в принципе, безусловно, жертвоприношения в Древней Египте были очень важной составляющей вообще. И культа, и как таковой культуры. И, безусловно, эти жертвоприношения были строго порядочными. И отнюдь не каждый жрец мог совершать то или иное жертвоприношение и даже часть этого жертвоприношения. И здесь хотелось бы вернуться к иерархии, строго говоря, египетского жречества и, собственно, понять, что есть жрецы и что такое жреческие функции. Поскольку вот в начале нашего разговора Владимир отметил, что, в принципе, жреческие функции мог исполнять чиновник, человек, находившийся на царской службе, то есть сочетавший административные должности. Ну и так мы бы сказали, жреческие функции. И это было на протяжении большей части египетской истории. То есть и древнего, и среднего царства. В очередность. Вот в этот месяц такой-то чиновник служит у такого-то бога, исполняя определенные обязанности. А вот это зависело от вот этой иерархии, потому что каждому роду жрецов соответствовал определенный род занятий. Набор полномочий, которые он мог исполнять. Да, да, да. В идеале верховным жрецом всех культов был, конечно, царь, фараон. И именно его мы видим на храмовых изображениях. То есть только он приносит жертвы, только он производит ритуальные очищения, курения, статуи божества. От его лица вообще производится культ. Именно он побеждает всех врагов в Египте, именно он совершает жертвы и так далее. Но в Египте вообще все царь. Все царь. Безусловно, на практике царь не мог присутствовать при ежедневном ритуале, который проводился во всех египетских храмах. И поэтому своей полномочией он делегировал жрецам, верховным жрецам определенных культов. В каждом египетском городе было свое святилище, свой главный бог, свое главное божество или семейство, обычно ряды божеств. И от имени царя, верховные жрецы в определенном храме, верховные жрецы определенного культа, и совершали эти обряды. Ну, например, в эпоху Древнего Царства была одна иерархия жрецов. В эпоху Среднего Царства, похоже, но уже несколько меняется картина. И, строго говоря, такое понятие, как жреческий класс, жреческое сословие, появляется уже в эпоху Нового Царства. Это эпоха более приближенная к нам, она соотносится со вторым тысячелетием до нашей эры. И вот тут мы сталкиваемся с той иерархией жрецов, которая известна исследователям лучше всего. Потому что, например, в эпоху Древнего Царства и в эпоху Стройства Пирамид, это третье тысячелетие до нашей эры, строго жрецами можно назвать только тех, кого называют рабами бога. Далее это, в принципе, обслуживающий персонал, вспомогательный персонал, которые так или иначе были связаны с культом, но не имели той степени полномочий, которые имели эти вот рабы бога. Так что вот это сословие жрецов, о котором известно лучше всего, это Новое Царство. И там уже есть те же рабы бога, верховный жрец бога, потом мог быть второй раб бога, третий раб бога, как помощники, четвертый. И на этом заканчивалась вот эта верхушка. Далее следовали жрецы, которых называли обычно жрецы-чтецы или херехебы. Их также могло быть четыре главных жреца. Это те, кто проводил непосредственно ритуал, то есть читали священные тексты, гимны, рецитировали их. И далее довольно обширный персонал, так называемые чистые жрецы-уабы. Которые, можно сказать, были на подхвате, поскольку доступ во внутренний покой храма, во внутреннее святилище, им был запрещен. И эти жрецы-уабы, в принципе, могли жить вне храма. Они исполняли свои обязанности определенное количество дней в году. И, в принципе, были, если так позволительно сказать, вполне мерзкими людьми. Жили не при храме, могли сочетать какие-то другие должности, какие-то административные обязанности, на них лежали и так далее. Поэтому картина для всякой эпохи древнего Египта может отличаться. Совсем одна ситуация в третьем тысячелетии до нашей эры, и совсем другая уже, например, греко-римский период. По отношению к Богу, конечно, лучше назвать раб Бога. Хотя, если мы переносим это в социальную терминологию, то мы вынуждены сказать «слуга Бога». Это, в общем, не в полном смысле раб. Однако интересно, что вот эти титулы могли и женщины носить. И они могли быть служанки Бога или вот рабыни Бога, того или иного. Причем здесь наблюдается некоторая такая определенная закономерность. Для древности, для эпохи великих пирамид, чаще всего... То есть, если мы входим в какую-нибудь гробницу в Гизе или в Саккаре, в гробницу крупного вельможи, там рядом с ним будет изображена его жена, соответственно, прекрасная и молодая. В отличие от него, он может быть по-всякому изображен, потому что он важный человек, а важность чиновника выражается уже и... Объемом его живота. Да, и в таких размерах. Она же будет молодая прекрасно всегда. Так положено входить в царство мертвых в самом лучшем виде для женщины. И очень часто эти жены важных вельмож носят титулы жриц, вот именно служанок. Но не богов, а богинь чаще всего. И вот для Древнего Царства почти правилом было, что все жены важных вельмож были жрицы двух богинь. Прежде всего, Хадхор и Нейт. То есть богинь, которые, можно сказать, были в определенном смысле государственными в эту эпоху. Потому что богиня Хадхор это буквально подворье хора. Все, над чем простирает солнце свои лучи. И это Египет, прежде всего, конечно. Это очень важная богиня. Хадхор. В египетской мифологии богиня неба, жена Хора, бога неба, царственности и солнца. В древнейших верованиях представлялась в облике небесной коровы, родившей солнце. Считалась также богиня любви, веселья и музыки. Изображалась в виде женщины с рогами коровы и солнечным диском на голове. Однако, вполне могли быть женщины жрицами и мужских божеств. И, конечно, если говорить о новом царстве, красивом и блестящем, то там, конечно, очень много женщин, которые исполняют вполне понятные роли певиц и танцовщиц, которые, эти песни и танцы сопровождали храмовые ритуалы. Но это было и в древности. А для нового царства это вообще типичная картина, просто очень такая, хорошо документированная источниками. Но что интересно, дело в том, что в эпоху древнего царства царственные дамы, женщины из окружения царя могли участвовать в культе самого царя. И, в частности, они были ассоциированы с культом богов, которые были связаны с самим царем богов Бапефа, Часы Пефа, но это уже частности. И если здесь можно говорить о том, что служанки бога существуют, или, как можно перевести, рабыни бога, то есть эквивалент мужского наименования, и можно предположить, что они действительно участвовали в культе, в ретоприношении, то к эпохе нового царства картина коренным образом меняется, потому что здесь мы не видим женщин, и, видимо, такого уже не было, чтобы непосредственно участвовали в жертвоприношении. Это был, скорее, вспомогательный персонал, те самые музыканши, которых называли термином шимайт, или певица хесит, которые непосредственно участвовали только в культе, в том смысле, что они сопровождали его пением и музыкой. Ну, какая музыка была? Это, конечно, трещотки-систры, погремушки, но не более того. Но были и мужчины тоже, певцы и танцоры тоже. То есть это не было исключительно женской сферой. Не только, так сказать. Но они и хлопками могли тоже сопровождать такого рода... Ну, собственно, здесь был культ в храме. И время праздника, когда Бог на время, его статуя, конечно, покидала храм, и во время этого праздника изображение показывает женщин, которые танцуют, хлопают в ладоши, бьют в бубны, трещат этими погремушками, систрами и так далее. Но, по всей видимости, к новому царству вот этот взгляд на женщин претерпел эволюцию, поскольку, безусловно, женщины не были какой-то отвержены, как уже как-то говорили от части общества, но, видимо, их физическая, физиологическая природа в глазах египтян не соответствовала критериям ритуальной чистоты. Потому что для того, чтобы войти во внутреннее святилище, жрец должен был быть ритуально чистым. Например, жрецам не запрещалось вступать в брак, но если у него была незадолго до его службы сексуальная связь, он должен был ритуально очиститься. То есть это сакральное пространство требовало жесткой ритуальной чистоты. А физическая чистота в Египте это и есть ритуальная чистота. Вот об этом бы хотелось поговорить несколько подробнее, поскольку даже в первом тысячелетии до нашей эры эти требования только усиливается, мы видим, по источникам. В том-то и дело, что, что касается древности, мы этого вообще не знаем. И вполне возможно, что это именно усилилось. Правда, если обратиться, например, к школьным поучениям Нового Царства, то в этих поучениях наблюдается очень забавная такая перепалка, можно сказать, со стороны жрецов и военных. Потому что, конечно, для юноши, обучающегося иероглифическому письму, карьера военного казалась очень привлекательной. Он скачет на колеснице, все девушки, конечно, в восторге и так далее, и так далее. И карьера жреца на этом фоне, несмотря... Да, да. По имиджу безусловно. Слишком много ограничений. Безусловно. И вот как раз пытались издеваться, что вот, мол, жрецам приходилось слишком часто омываться. Пытались на эту тему так немножко шутить, но очень осторожно. Все-таки то, что имеет отношение к религии, подвергалось иногда насмешкам, но очень-очень осторожно. Чего пошло вот это вот требование чистоты? То есть понятно, что божество, оно должно быть святым. Это мы видим во всех культурах практически так или иначе, в той или иной степени, практически везде. И вот очень любопытно, что действительно при египетских храмах были священные озера, возможно, использовавшиеся таким образом для омовений. При индийских храмах, возможно, уже в Харабске первый самый древний период были... Я извиняюсь, там не было храмов. Там нет ни одного здания, Харабские города не дают нам ни одного здания, которое можно было бы уверенно назвать храмом. Но археологи предполагают, что есть вот эти бассейны для омовений, связанные с теми же самыми ритуалами чистоты, которая буквально понималась как чистота. Почему мы знаем из греческих источников египетские жрецы брились на голову, удаляли вообще волосы на теле, носили белоснежные льняные одежды, ни в коем случае не шерсть, которая, наверное, вошла в моду из Передней Азии. Для них это было табуировано просто. Не решает труднее отмыть, стало быть, это уже физическая нечистота. Конечно, конечно, да, да, да. Но сказать, когда это началось сложно, поскольку мы опираемся на источники, а источники от древних времен часто очень разрознены. Но в принципе, вот это требование характерно для большинства культуры древнего восточного Средиземноморья, что физическая чистота это и есть ритуальная чистота. По крайней мере, вот это отвращение к физической чистоте, нечистоте, египтяне испытывали с давних времен. И для них это означало ритуальную нечистоту. И об этом видно по магическим текстам, по религиозным текстам. И вот то самое сообщение Геродота о том, что жрецы должны четырежды совершать, четырежды в сутки совершать омовение, это действительно та традиция, которая была заложена в самые отдаленные времена. Причем два раза жрецы должны были окунаться в бассейн, совершать омовение ночью и дважды днем. Причем все тела должны были тщательно брить. Отсюда вот эта знаменитая картина, что египетский жрец это обязательно бритоголовый человек. Но действительно, египтяне уделяли в принципе в культуре этому большое внимание, потому что в гробницах находят вот эти бронзовые и медные бритвы принадлежности туалета, где ясно, что не только женщины, но и мужчины уделяли внимание эпиляции, бритью и так далее. Да и потом не только жрецы, но и в принципе люди из достаточно беспечных слоев общества и в принципе старались брить головы и носили парики. Парик это украшение, показатель статуса, но вот бритая голова это необходимость, требование гигиены. Нет, это было, наверное, просто проще в условиях жаркого климата и так далее ухаживать, иметь несколько париков, менять их и, наверное, это было просто проще. Стыдно сказать, что ведь Нефертити тоже была очень коротко подстрижена. Как и большинство египетских женщин. Да, да, но она носила больше даже не так по реке, как венцы вот эти роскошные, царские и так далее. Нефертити по-египетски красавица пришла. Древнеегипетская царица родилась в конце 15 века, супруга фараона Аминхотепа IV и, возможно, его сводная сестра. Вероятно, Нефертити принимала участие в проведении религиозных реформ. Ее имя после реформ было изменено на Нефер Неферу Атон, то есть прекрасные красоты Атона. Кстати, договаривая еще о жрицах, не было действительно, например, жриц аналогичных по титулатуре вот тем, кто при свитках, херихебам. Вот таких не было, хотя мы знаем, что грамотность была женская и девочек из богатых семей учили, но, видимо, не в школах, как мальчиков. Вот в школах при храмах, в школах при царской резиденции, а девочки, вероятно, из богатых семей дома учились. По крайней мере, про царевин мы это точно знаем и знаем примеры, что они писали письма, возможно, баловались стихоплёдством и так далее. То есть, грамотные женщины были, но вот жрицами при чтении священных свитков они никогда не были на протяжении всей истории Египта. И хотя действительно новое царство вроде бы даёт нам больше женщин в танцующих и пляшущих, тем не менее, есть и совсем другие примеры. Если говорить о царицах, то они очень важную роль играют в культе. Насколько это было опять же действительно реально, вот мы говорим, что царь, прежде всего, верховный жрец всех богов и так далее. Но понятно, что реально он не мог этого исполнять. То же самое и царицы. Возможно, они только изображаются таковыми. Но, тем не менее, если взять замечательную Амарнскую эпоху, то недавно были найдены рельефы, показывающие Нефертити, служащие солнцу, Атону, причём там даже сразу начали кричать о том, что вот-вот она виновница этого культа, потому что она показана одна. Обычно она вместе с своим супругом, царственным Эхнатоном, а здесь она показана как бы вообще одна. Не берусь здесь судить так однозначно, по-моему, всё-таки она была второй после царя в этом служении солнцу, но её роль безусловно очень-очень велика, именно как верховные жрицы. Но это говорит о том, что это не было почётной фикции, хотя, конечно, надо смотреть на источники эпохи, поскольку новое царство это наиболее богатое источниками эпоха, и здесь мы знаем больше всего и лучше всего. Но если всё-таки не брать царскую семью и вот женщины из царского окружения и вернуться к Херихебам, то именно эти жрецы имели ярко выраженную особенность, характерную для большинства эпох, они носили широкую полотняную перевесь наискосок туловища, и это их отличало. Ну и потом изобразительные памятники говорят, кто это такой, то есть кто изображён, потому что рядом обязательно присутствует иероглифическая надпись. Вот это жрец Херихеб, это слуга или раб бога Хемнечер. Но была ещё одна категория жрецов, которая непосредственно не была связана с храмовыми ритуалами, с храмовым культом, это были так называемые жрецы Сем. Это жрецы погребального культа, они прежде всего участвовали в ритуалах погребения, их роль была очень значительна, потому что именно от них зависел ритуал, отправление ритуала отверзания уст и очей, то есть возвращение умершему и таким образом и его статуи, этот ритуал проводился и над статуей умершего, способности видеть, говорить, слышать из всех функций. И отличительной чертой этих жрецов Сем была небольшая заплетенная косичка, оставляемая с одной стороны головы, что указывает на то, что это очень архаичная должность, архаичная функция, поскольку именно старший сын в семье должен был проводить вот эти ритуалы погребения по отношению к своему отцу. И вот эти жрецы Сем присутствуют практически на всех изображениях, связанных с погребением, с упокойным культом, впрочем, как и Херихебы, потому что Херихебы участвовали и в правом культе, и читали такие же магические тексты и заклинания при погребении. Володя правильно вспомнил о жрецах, которых мы знаем с самого древнего царства и до конца. В Египте ведь был культ мертвых, и за это отвечали жрецы, которые назывались слуги рабы Ка покойного. И во все времена мы находим этих жрецов, они отвечали за поминальный культ. Буквально слуги двойника умершего. То есть они должны были и приносить реальные жертвы, и читать тексты, причем вот опять здесь сразу, конечно, вспоминается то, что организовывал все это старший сын, причем очень часто еще при жизни вельможа оплачивал труд этих жрецов, которые будут поминать его пока сколько это возможно, но естественно египтяне надеялись жить вечно и хорошо. И известно даже, что им отписывались какие-то хозяйства, с каких они должны приносить жертвы покойному и кормиться сами. Так что это был целый такой штат. понятное дело, что для царей это было обязательно всегда, и мы видим, что царей древности помнили на протяжении всех тысяч лет, так, например, в эпоху 26-й династии, 7-6 века до нашей эры даже обострился культ царей Великой 4-й династии, то есть начало 3-го тысячелетия, и им даже строятся как бы специальные святилища в Гизе и так далее, и жвецы по-прежнему их культ отправляют. Гиза – пригород Каира, находящийся на левом берегу Нила. Территория Гиза заселена с Неолита. Блиц Гиза в Ливийской пустыне сохранился величественный комплекс пирамид фараонов Хеопса, Хефрена и Мекерина. Самый грандиозный из пирамид – пирамиды Хеопса. Первоначальная высота ее составляла более 146 метров. На поле пирамид расположен также некрополь, содержащий сотни погребений знатных египтян. Кстати, если в семье случилось такое невезение, и не было старшего сына, и вообще не было сына, то в исключительных случаях могла быть старшая дочь. главой такого поминального культа отца. Это тоже документально подтверждено. Это скорее как исключение, поскольку женщины в принципе с древнего царства теряют такой статус, строго говоря, жриц. Правда, в новое царство появляются царственные женщины, которые могут быть названы жрицами. Функции, правда, их не совсем ясны. Это так называемые супруги Бога. Очевидно, они участвовали в культе верховного Бога Омона Рая, считались земным воплощением супруги этого божества. Но вот этот институт то переживает период расцвета, то как-то угасает, то есть стабильной прямой линии нет, где можно говорить о том, что это была какая-то строго наследственная должность греческая. не менее расцвет был таков, что великие цари, а позднее при 26-й великие цари своих дочек устраивали женами, супругами Бога. То есть это очень существенно. Но тогда же они получают и титул почитательница Бога, что придает особый смысл. И это было связано с очень хорошим имуществом, почему тоже это была заветная работенка, скажем так. жреческая должность была связана с хорошим имуществом, поскольку цари не жалели средства на пожертвование храмом, и жрецы жили очень неплохо. Очень неплохо. Безусловно, можно говорить о том, что были некие аскеты, но в основном это люди вполне довольные жизнью, и если смотреть на их статую, то вполне упитанные комплекции. Кстати, вот мы забыли, говоря о ритуальной чистоте, сказать и о том, что опять по самым поздним источникам нам известно, что на жрецов накладывались определенные обязательства и по еде, извините. В Египте до самого позднего времени, до христианства, не было никакой тенденции к аскетизму, в отличие от Индии, что очень странно, потому что много сходств есть в этих цивилизациях. Здесь жрецы совсем не должны были себя ограничивать, но они должны были ограничивать себя от определенных продуктов, некоторых видов рыбы, например, которые были табуированы, но это опять по поздним источникам. Что значит много чеснока? Вот с этим было проще, потому что это было очень традиционно для Египта, но этого исключать, видимо, было нельзя никак, однако, тем не менее, вот какого-нибудь ограничения, какого-нибудь затворничества, чего-нибудь такого нет. Это греко-римское время, вот там мы, встречаем такое, что-то вроде добровольного ошельничества. Это уже подходы к раннему христианству, потому что Египет стал одной из стран, где возникло монашество, впервые именно в Египте возникают первые монастыри, Святой Антони и так далее. Но предпосылки были уже в самые поздние времена, а вот в древности мы нигде не видим, чтобы жрецы как-то страдали в плане вот поесть. Но по поводу лука, чеснока, видимо, запах изо рта тоже был нежелательным явлением, и отчасти, соль натрон. Специальные, видимо, таким образом нейтрализуя возможно очищая ротовую полость, чтобы ритуально очиститься и таким образом отбить запах. Опять мы видим, что запах имел колоссальное значение. Почему во всех культах, всегда и в Египте тоже воскурение благовоний? Это сплошь и рядом на стенах. Обязательно. Воскурение, воскурение, сэночерк, слово используется, но что это конкретно, ладон было? Добывали вот в стране Бога, она так и называлась, где-то в районе современного Сомали, плавали туда экспедиции уже с Древнего Царства, опять документально подтверждено, и там они добывали какие-то разные благовония. И вот это было очень важно в культе, эти благовония, чрезвычайно необходимо для Бога приятный запах. Условно это называют ладаном, но безусловно трудно сказать, был ли это ладан, аравийский ладан или нечто другое, но то, что в храмовом культе, да и вообще во время обрядов использовалось какое-то благовонное вещество, это факт, и использовали благовония в больших количествах, но в принципе эти благовония стоили недешево, потому что их надо было привозить из дальних стран, это был такой ценный продукт обмена, но то, что для храмов ничего не жалели, это также факт, потому что от милости богов зависело благополучие всей страны, народа, и, собственно, жрецы этому и служили, они вот, именно в этом была их основная функция замещать фараона в культах всех богов. Да, как сказал один египтолог, так очень производственно, что храмы это машины по поддержанию жизни в Древнем Египте. культ был для, так сказать, гармонизации всего, чтобы боги были довольны людьми, и, соответственно, люди не уничтожались богами и так далее. Как происходило общение низших слоев, вот если кто-то ощущал себя обиженным тем или другим божеством? Вы знаете, дело в том, что вот мы отчасти говорили уже, что доступ к самой священной статуе, которая стояла в святая святых храма, был очень ограничен. И даже немногие жрецы туда могли. Но были приятные исключения, которых, кстати, было довольно много. Были большие религиозные праздники. и эту статую на специальных носилках в виде ладьи. В Египте все плавало, даже если это несли на руках. Так вот, несли эту статую, выносили из храма. Более того, мы знаем, как вот бог Омон совершал довольно далекие путешествия в главных храмах Фив, столице Нового Царства. И все это путешествие, оно изображается на храмовых рельефах. Почему мы об этом знаем с большой такой детализацией. И в частности, вот эти жрецуабы несли эти носилки. Да. И вот тут-то, в общем, и даже относительно простой народ мог видеть в ковчеге на носилках статуи самого-самого сокровенного бога. Ну, ковчег-то был закрыт, то есть народ-то видел ковчег, а здесь как могли обратиться люди? Они подавали прошение, как правило, в письменном виде или устно вопрошали бога? И ответ давался в виде простого оракула. Да или нет? Если, например, бог что-то опровергал или отказывал, то носилки с жрецами подавались назад. Если бог соглашался, то носилки как бы продвигались вперед. Ну, тут трудно говорить уже о том, кто здесь был, как это делалось. Как бог подавал знак носилки вперед или назад. Подавал ли он знак жрецам или жрецы чувствовали некое волеизъявление. Но общение происходило или таким образом, или, если за пределами праздников, то получалось так. Дело в том, что, в принципе, народ не мог войти во внутреннее помещение храма, максимум во время праздников в открытый двор храма. Обычно народ видел высокую ограду, пилоны, ворота, вот эти вот дромосы со сфинксами. И при входе в храм стояли скульптуры колосса или фараонов, или обожественных мудрецов, верховных сановников и мудрецов древности. И вот именно вот эти изображения царей или этих мудрецов были некими посредниками между простым народом. и миром богов или определенным божеством. Именно к ним народ адресовал свои просьбы. Ну, например, была такая практика, что ставили рядом с храмом стелы, где было изображено множество ушей, то есть услышал Бог мои просьбы, и глаз. До трехсот семидесяти. Это просто даже трудно представить, как можно налепить такое количество ушей и глаз. Они были выпуклые, они не были пустынные. они старались все-таки так, чтобы это было явно. В разных техниках, но было видно, что вот это уши, что они слышат, глаза не видят. И ОМОН тоже, одна из апостасей главного бога, была ОМОН слышащей мольбы, то есть слушающей и так далее. О чем мы не поговорили, о том, что, естественно, жреческие школы имели несколько разную направленность, потому что, естественно, жрецы занимались началами наук. И известно, там, например, знаменитая была медицинская школа в Саисе, и когда человек говорил, я вышел из Саиса, это имело значение, знаете, вот я окончил Оксфорд по медицинской части. Я опытный хороший врач. И так далее. То есть вот это вот было. А с богами, вы знаете, да, конечно, какие-то боги специально отвечали за болячки. Вот. И вот, например, очень популярная у наших туристов из-за статуэток богиня Бастет, богиня Кошка, о ней малоизвестно, но известно точно, что она была богиней, связанной с лечебными мазями, издревле уже. И ее жрецы были всегда врачами. Вот эти жрецы Суну, врачеватели. Они же были жрецами и Сахмед, это ипостась, Бастет, только более гневная. Причем, причем вот Сахмед, она отвечала за страшные болезни, ну, типа, наверное, вот чумы, холеры, вот за такие вещи. Вот. И, естественно, ей поэтому и молились, надеясь. То есть богиня насылала, богиня могла не спасать исцеление. Именно ее жрецы считались опытными магами-врачами. Именно они считались специалистами в этой области. И соответственные носили ожерелья, это тоже вот иногда различается таким образом. Вот. Род занятий это можно иногда проследить. Но, ко всем прочему, ведь храмы были центром не только религиозного культа, это же были интеллектуальные центры древности, в частности, Египта. И есть сведения о том, что там находились некие школы, архивы, которых называют домом жизни. И вот там, по всей видимости, находились скриптории, вот эти вот хранилища знаний, где жрецы их приумножали, обновляли и так далее. И просто даже переписывали древние тексты, обветшавшие, тоже наверняка. Существует мнение, что жрецы занимались еще плюс к тому, что они служили Богу, они еще занимались развитием наук, ну, в частности, астрономией, потому что пошла астрономия, как я понимаю, из Древнего Египта. Чем это было вызвано? Это все связано с календарем. Кстати, несмотря на то, что главными богами были боги Солнца в Египте, календарь здесь, тем не менее, и вот то, как жрецы сменялись, тоже шло по лунному календарю, как это для нас не странно. Вот в очередность свою они были жрецами по лунному календарю, именно по лунному. И необходимость наблюдения была связана с сельскохозяйственным годом. Египтяне очень рано установили календарь, потому что они очень рано установили, что после долгого периода, когда не видно его, появляется Сириус ярко на горизонте, и это связано с началом разлива Нила. А с разливом Нила было связано все в Египте. Вся жизнь. Высокий разлив, беда, катастрофа. Низкий голод. Они уже на рубеже 4-го, 3-го тысячелетия в первых самых летписях начинают отмечать высоту разлива вплоть до пальца, потому что они уже могли примерно прогнозировать, какой будет урожай то есть только на стадии разлива, а он длился несколько месяцев. Опыт-то был значительно накоплен за века. Опыт был такой же накоплен, что они уже знали, сколько полей примерно будет спасено водой, какой будет урожай, и надо уже прямо вот очень беречь еду, или можно вообще и пороскошествовать. Это давало колоссальные какие-то условия для планирования в таком государственном масштабе. С другой стороны, идеализировать египетских житцов безусловно не стоит, потому что это были все-таки люди, а не боги. Есть такие источники, которые говорят, что житцы были далеки от идеала. например, папирусы эпохи Ромысидов, это уже вторая половина нового царства, где говорится о том, что вот такой-то жрец лап торговал вот этим жертвам скотом храма. Да, налево. Да. Просто ужасно. В пользу себе некие жрецы участвовали в повреждении храмовой имущества, сдирали, например, золотую обшивку, которая присутствовала в декоре храмов. Это все, конечно, было. Я думаю, что не без участия жрецов, которые были хранителями этих данных, совершались и ограбления некоторых царских усыпальниц. Документально это известно. Правда, там, конечно, как всегда, поймали стрелочников, поймали жрецов очень невысокого ранга. Но вот в деле о забастовке работников Фиванского некрополя, тех, кто строил гробницы царские, там явно следы идут куда-то очень наверх, но, конечно, документально это все не очень подтверждается. Хотя, понятно, что крышевал их какой-нибудь мэр Фиф или что-нибудь такое. Однако, вот тоже Володя упоминал про Оракул, тоже было интересное дело эпохи Нового царства, на Папирусе до нас дошло, как некий Тутмос был заподозрен в том, что он тоже прибрал что-то из храмового имущества, ему не положенное, и Оракул, ему было так это дело решено, было две записки подготовлены Папирусные, одна, что он спрятал эти вещи. Тутмос. Тутмос этот, да, тезка великих фараонов, но просто человек, а другая была записка, что он ничего не брал, и дважды Оракул Божий указал, что он ничего не брал, так что этот человек был освобожден, и все. Так что, увы, да, с жрецами тоже бес мог попутать, сказали бы мы. А насколько жрецы, ну, как сказать, занимались празелитизмом, обращали каких-то, ну, вот, Египет расширялся? Ну, в этом не было необходимости. Необходимости не было, а наоборот? Такие случаи были, но, скорее, это было связано с тем, когда иностранцы акклиматизировались в Египте, потому что для египтян, быть египтянином, это значило отправлять египетские культы, египетские обряды, то есть достаточно было в Египте эпохи нового царства и более поздних времен чужеземцев, которые перенимали египетский образ жизни, можно сказать, в целом египетское мышление, и вот для египтян они уже становились египтянами, но вот так, чтобы жрецы обращали в египетскую, скажем так, веру иные народы, такого нет. Пропаганда, безусловно, мощи царя, как сына богов, безусловно, была, например, когда египтяне по повелению фараона строили в Нубии в подвластных им землях гигантские храмы, как, например, Абу-Симбел в Нубии, но прозелитизм, строго говоря, это назвать сложно. А с другой стороны есть интересный момент, но это уже очень позднее время, это греко-римский период, когда греки и потом уже римы, не проживавшие в Египте, частично, частично заимствовали элементы египетской культуры, особенно религии, когда проникает в их обряд нумификации, погребальные обряды переселенцев, греков, вот туда. Но сказать, что прозелитизм существовал, нет, потому что для египтян классического периода вся земля, строго говоря, Египет, это микрокосмос, вот это вот и есть их вселенная, все, что за пределами Египта, это то место, где царит зло, непорядок, кассифет, это то, что требует вмешательства, часто военного вмешательства фараона, чтобы подчинить этот хаос, или его как-то отодвинуть от египетских границ. И обратный случай я тоже хотел бы узнать, когда в египетский пункт, включились какие-то соседние? Соседние боги включались, как ни странно, причем даже в глубокой древности, но они, конечно, очень египтизировались быстро, и сильно египтизировались, и это в основном потому, что это характерно для всех древневосточных религий, потому что практически все они были политоистичны, и все древние считали, вот какой-нибудь завоеватель, приходя на соседнюю территорию, на территорию соседей, был абсолютно уверен, что местные боги на этой территории гораздо сильнее, чем его родные, потому что вот этой территории покровительствуют вот эти местные боги, и он приносил им жертвы, если он был порядочным человеком. Обычно так и было. Более того, если эти завоеватели производили зачистку этой территории, совсем, колодцы засыпались, ну, ужасы войны, то очень часто статуи местных богов увозили, таким образом лишая эту территорию их покровительства. То есть вот такое было. Поэтому вполне могли соседних богов таким образом добавлять к своим, но, конечно, такая мощная цивилизация, как Египет, все это перемалывала, перерабатывала, одевала в египетские одежки, как, например, азиатских богинь оденут, они сначала будут как положено галяком стоять на львах, а потом их начнут одевать в одежды, как египетских богинь, такие вот сотовые платья с сотовым рисунком. Включение богов или богиней в свой пантеон, оно подразумевало присоединение жрецов того-другого культа? Нет, похоже, нет. Причем, между прочим, вот, например, если говорить о той же Астарте, зачем она понадобилась египтянам? Для того, чтобы выполнять функции богини-покровительницы колесниц, потому что это новое было ветооружие, и как-то вот египетские боги, видимо, несколько растерялись, и тут взяли сразу готовую чужеземную богиню, которая стала покровительницей колесниц, очень так удачно все стеклось. Вот, возможно, что Кетшет, еще одна богиня тоже нового царства, была защитницей от, я извиняюсь, чужеземных болезней. Тоже очень логично. Так что вот таким образом. Но вообще, подозреваю, да, но вообще египет, египетская религия была настолько мощным магнитом для чужеземцев, потому что, ну, подумайте сами, грек, у которого, которому лучше быть последним пастухом на земле, чем царем в царстве Аида. Вот, потому что там темно, неприятно, очень не кормят, ну, совсем нехорошо. А что нам предлагают египтяне? Нам предлагают вечную, счастливую жизнь. Ну, да, там тоже не без сложностей, там суд Осириса, еще кое-какие неприятности, но все-таки перспектива есть, и она была столь заманчива, что породила, например, фаюмский портрет и так далее. Греки, которые в Египте с 7 века присутствуют до нашей эры, они очень быстро очаровывались, потом, конечно, прийти в египетский храм, трудно остаться равнодушным к этой красоте, и, конечно, деться им было здесь некуда, они начинали поклоняться, хотя, конечно, просвещенные античные писатели смеялись над египетскими культами зверюшек, но смеялись, однако считали египтян учителями своими. С одной стороны, да, там и Геродот, и Плутарх пишут о великих греческих мудрецах, что они приезжали в Египет и учились, даже указывают, у каких знаменитых жрецов они учились, в каких городах, причем, к сожалению, мы не можем этого документально подтвердить, там, ну, вот известно, что там, Плутарх был в Египте, но египетского он не знал языка, вот, где жрецы тоже были посредниками между цивилизациями. рассказывал, что ему поведали жрецы таких-то событий. Наблюдательный грек, живший вот в пятом-четвертом веках до нашей эры, посетивший Египет, причем он долго путешествовал и до самого юга добрался, замечательную написал вот эту вторую часть своей знаменитой истории о Египте, он был поражен этой страной и общался с многими жрецами, спрашивается, на каком языке, вероятно, они знали греческий, будучи людьми просвещенными, потому что он египетского не знал. А вот что они ему впаривали, это уже другой. Сайса могли вполне так бы ему можно греческом рассказывать эти истории. Потому что с 7 века уже эти контакты были очень существенны, и корейцы помогли Псаметиху прийти к власти, поэтому греки были здесь уже определенной силой, очень важной в этом государстве. Им выделен был Навкратис, они начали там, что поразительно, они начали там штамповать египетских скоробеев, то есть греки почувствовали, что пойдет. Внешне это абсолютно египетские скоробеи, и было поразительно, что их делали греки в греческих мастерских в городе Навкратисе, который был выделен грекам для поселения. То есть египтяне так старались их как-то все-таки локализовать. Гетто это назвать безусловно нельзя. нет. Отдельный город иностранцы это иностранцы. Приятнее жить друг с другом. Иностранцы это иностранцы. Все-таки сами египетские иностранцы был это гнев против это уже римский период уже завоевания. Может быть это против еще завоевателей. Потому что мы знаем увы, что египетские жрецы по отношению к этим же кошкам тоже не всегда были достаточно почтительны и тоже приторговывали умерщвленными котятами вместо настоящих кошек. Мумий настоящих кошек. Это было видимо индульгенции. Это что-то вроде экс-вода приношения по обеду. Да, в храме. Безусловно одно, что вот это ореол таинственности сложился вокруг египетского жречества давно и даже по греческой и по римской литературной традиции это отчетливо видно. Даже если вспомнить сочинение Лукьяна Самосадского, там есть такой сюжет, когда есть вполне значительное восхищение мудрости египетского жреца тем, что он может сделать заставить палку приносить воду и так далее. То есть им уже в позднее время приписывались магические способности, они считались хранителями знаний и, возможно, именно из античности мы получили вот эту картину египетского жреца как некое сосредоточие тайной силы, знаний, чистоты и, в общем, разных лужных и полезных качеств. ну что ж, спасибо большое за то, что с вашей помощью мы прикоснулись к тайнам египетских жрецов. К сожалению, время нашей беседы истекло, я хочу поблагодарить вас и попрощаться. А с вами, уважаемые зрители, мы совсем скоро увидимся, вновь совершая путешествие в историю в поисках истины. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова